Друзья, приветствую вас на канале Бомбарбия ТВ. Меня зовут Арина и сейчас мы с вами посмотрим отель Nirvana Mediterranean Excellence. Находится он на анталийском побережье Турции в районе Кемер, а конкретно в поселке Бельдебе. Прям всю географию вам взяла и рассказала сразу с начала эфира. Конечно, я буду говорить об этом отеле не одна. У меня на связи из Турции и из отеля Nirvana Mediterranean две прекрасные девушки, которые уже наверняка успели вам полюбиться. Это Татьяна Дуран, тревел-эксперт канала Бомбарбия ТВ, которая всегда у нас находится в Турции и которой мы можем задавать самые камерскаверзные вопросы, которые нас могут интересовать. И Ирина Купцова, представитель департамента маркетинга Киелит Хоспиталити Групп, в группу которых входят отели Nirvana, сети Nirvana и отели сети Crystal. И вот их мы последнее время очень внимательно и пристально обозреваем, потому что отели этой сети очень полюбились нашим гражданам, нашим туристам. И они с удовольствием проводят время в сети этих отелей. Так вот, какие новинки в сезоне лето 2021 предлагают отели, входящие в Киелит Хоспиталити Групп, что поменялось с предыдущих сезонов, да и вообще, как встречают гостей, мы узнаем у этих двух замечательных девушек. Напомню, сегодня мы говорим об отеле Nirvana Mediterranean Excellence, и я уже рада приветствовать своих любимых барышень Ирину и Татьяну. Девушки, привет! Арина, привет! Добрый день! Всем здравствуйте! Я так смотрю, что у вас там капает дождик, что сегодня турецкое небо не благоволит нам пройтись по всей территории отеля и заглянуть в каждый его уголочек, а я очень люблю это делать, особенно когда мы говорим о пятизвездочных отелях высокого уровня. Мне прям так интересно в каждую дырочку этого отельчика заглянуть, но, к сожалению, не сегодня. Но я опять же вижу краем глаза, что солнышко потихонечку начинает выходить, поэтому, может быть, наши совместные с вами флюиды сделают так, что небо превратится в солнечное, ясное, и мы все-таки сможем посмотреть. Но если нет, то тогда мы максимально зададим интересующие нас вопросы нашим дорогим девушкам. Ну что ж, давайте начнем с вами, наверное, со стандартно привычной общей коротенькой информации, чтобы уже в начале нашего эфира у всех зрителей было понимание, кому стоит обращать внимание конкретно на Nirvana Mediterranean Excellence и слушать максимально внимательно и смотреть наш сегодняшний эфир. Вам слово, дорогие мои. Добрый день еще раз, здравствуйте. Ну, наверное, начну я рассказывать о нашем отеле. Это один из наших самых первых отелей, от которых пошел непосредственно бренд Nirvana. И если говорить о концепте, о наполняемости отеля всеми теми фишками, плюшками, то можно сказать, что все те моменты, которые присутствуют в других Nirvana, в нашей сети, в Nirvana Cosmopolitan и в Nirvana Dolce Vita, они присутствуют и тут. Коротко могу назвать, не будем долго на них останавливаться, потому что это в целом мы уже говорили об этом неоднократно. Это Local and Healthy Food, местная здоровая еда. Это чит-детокс-рестораны, детокс-бары. Это косметика Лакситен в спа-центрах, которые оформлены в прованском стиле. И косметика Лакситен в номерах. Это Лакси Пэт-отели, отели для домашних животных. Это персональные ассистенты, которые сопровождают отдых туристов. Это кофейни Starbucks, это капсулы кофе и эспрессо в номерах. Это самые классные, самые крутые аквапарки, спортивные академии. Детские клубы, которые работают с 9 утра до 12 вечера. И это тренажеры Techno Gym, тренажеры последнего поколения. И концепция V-Serve. Из всех отелей сети нашей также выигрышная позиция данного отеля, Нирвана Медитренинг, потому что то, что он находится в таком живописном месте. У подножия Тарских гор и в окружении парящих сквозь и апельсиновых рощ. Я люблю эту фразу, мне она очень нравится. Потому что на самом деле мы пытались найти точку, высокую точку в нашем отеле. У нас здесь классный терраса-бар, рув-бар. Прекрасное место для того, чтобы сделать романтическое предложение, провести романтический ужин с видом на прекрасную Анталию. Мы попытались заснять, посмотреть на отель с этой точки, самой высокой точки нашего отеля. Ничего не видно по причине того, что в отеле порядка трех тысяч сосновых деревьев. Отель буквально утопает в соснах. Каждая сосна пронумерована. И на самом деле сама вот эта атмосфера леса, она присутствует во всем отеле. Каждый вид из каждого окна, даже в стандартном номере, прекрасен благодаря тому, что он смотрит либо на горы, которые так могущественно, величественно наседают над данным местом, над данным побережьем, либо на лес, либо на прекрасный сад. Ну, либо также у нас еще тут очень много бассейнов. Каждая зона отеля оснащена бассейнами. И те номера, которые имеют вид на бассейна, относятся к категории «Лагун». Это и «Седр Хаусы», базовая категория номеров, которые относятся к категории «Превеледж Лайф», повышенная категория номеров с дополнительными возможностями для отдыха, для комфортного отдыха. Это «Седр Виллы», это «Виллы Седр», это «Лагун Фэмили Сютра», «Лагун Фэмили Делюкс». Прекрасные виллы, которые находятся у нас на первой береговой линии. И на самом деле также это особенность данного отеля, потому что часто, как мы знаем, обычно виллы находятся где-то подальше, поодаль от берега. Тут у нас также используется особая система намывания песка со дна. Сам регион Вильдебе характеризуется наличием гайки на воде, на входе в воздух, на входе в море. Мы используем специальную систему намывания песка со дна моря. И благодаря естественным волнам, естественным процессам данный песок распределяется по всему берегу. Но для любителя гайки у нас также есть небольшой участок, который мы оставили специально для того, чтобы насладиться также галечным пляжем. Но в воде находится гайка, вода всегда чистая, прозрачная, прекрасная. Ну и на самом деле даже такую неясную погоду, как сегодня, хотя погода на море меняется регулярно, с определенной периодичностью, там несколько часов, после большого мощного дождя обязательно выходит солнышко. Поэтому мы надеемся, что сегодня мы еще успеем погулять по данному отелю, Нирвана Мигдрейнин Экселленс, и показать вам еще какие-то хорошие моменты. Спасибо большое. Я поняла из твоего рассказа, причем вот прям конкретно услышала, что в отель очень хорошо приезжать тем людям, которые готовы сделать предложение о своей второй половинке. Если никто не собирается делать предложение о своей второй половинке, то кому еще рекомендовано приезжать в этот отель, чтобы насладиться по максимуму абсолютно всеми его услугами и чувствовать себя комфортно? Это семьи с детьми, это отдых взрослый, это, возможно, молодежные поездки. Может быть, кстати, уже Танечка нам об этом расскажет, она же уже побывала в этом отеле сегодня, видела людей, пока еще не было дождика, и приблизительно может оценить ту категорию людей, которые сюда приезжают, ну и, соответственно, заглядывала же Таня к ним в лицо счастливы, довольны, нравится им в Нирване. Арина, ну, конечно, естественно, я сразу посмотрела на контингент, на тех, кто приезжает, кто отдыхает. Мы сразу пошли, как приехали в ресторан на завтрак, и я, во-первых, удивилась тому, что здесь много людей было в ресторане и вообще на всей территории. То есть сразу понятно, что отель более чем на 50% сейчас запомнит. То есть это один из тех отелей, который уже вышел на хорошие показатели и хорошо работает. И по составу могу сказать, что здесь, во-первых, очень большой микс национальностей. Здесь слышны разные языки, и я слышала и русскую, и украинскую речь, это и европейские какие-то языки, и турки есть. И, конечно, состав здесь отдыхающих – это семейные. Вообще люди, семейные гости. Здесь, в принципе, и с маленькими детьми совсем-совсем крошками, некоторые даже прям в колясках, да, родители их катают. Есть дети и побольше, есть и подростки. То есть здесь, в принципе, все семьи, с детьми, я думаю, что на 90%. И когда мы заселялись, тоже заселились несколько молодых пар. То есть, в принципе, этот отель, мне кажется, он больше даже не по возрастам его можно распределять, потому что пожилых людей я здесь тоже видела. А я думаю, это для тех, кто будет именно спокойный, умиротворенный отдых. Потому что вот это место, это огромное количество деревьев вокруг, оно располагает именно не на потусить. Сразу могу сказать, здесь, знаешь, хочется так расслабиться, ноги вытянуты, знаете, красивых шезлонгами, гамак какой-нибудь, и прям вот книжка «Любимый друг твой». Вот типа того. То есть настроение должно быть такое для всех русских дагидов. Супер! Ну, в самом деле, я думаю, что потусить тут тоже может получиться, потому что тут очень классный амфитеатр. Очень такая широкая, профессиональная программа, шоу-программа в отеле. Отель действительно заточен под отдых с детьми. Тут очень классный, наверное, самый большой детский клуб, площадь порядка 4000 квадратных метров. Огромная территория, которая находится абсолютно полностью в соснах. И классный большой аквапарк, один из самых больших аквапарков на Джанадзе, на данном побережье региона Кемер. Площадь аквапарка 2700 метров квадратных с различными горками, с различными системами пусто, торможения, горок, что также будет интересно не только детям, но и взрослым. И большое количество снэк-ресторанов, снэк-баров, аллокат-ресторанов, прекрасный большой длинный пляж с возможностью различного размещения на пляже. Это пляж Калипса, это павильоны на пляже, это просто шезлонги на пляже. И везде, везде на самом деле очень такая приятная, спокойная, релаксирующая обстановка. Супер, спасибо большое. Ну что ж, у меня тогда назрел вопрос, исходя из того, что отель заполнен больше, чем на 50%, и в отеле присутствует микс и национальностей, и категории отдыхающих туристов. И так как вы, девушки, говорите, что отель располагает больше к спокойной, релакс-атмосфере, а как на эту атмосферу влияет количество людей, которые находятся в отеле? Если проходить по территории отеля, возможно, шумно где-то в каких-то местах, возможно, где-то проходит все-таки активная анимация. В закрытых помещениях отеля, например, в зоне лобби, в зоне лобби-баров, в ресторанах, насколько шумно, насколько активно? Ир, Арина, извиняюсь, Арина, смотри, здесь момент такой, что вообще территория отеля 152 тысячи квадратных метров на минуточку, поэтому тут как бы довольно при желании даже сложно создать какую-то толпу. Даже если много людей, то, в принципе, здесь такое большое количество вообще места свободного, что люди гуляют, и особо никто даже не пересекается. А вот про закрытые места для тренировок, я думаю, Ира, скажешь, что есть какие-то места для тренировок. У нас есть отличный спортзал с тренажерами техноджима, очень много зон по территории отеля для занятий йоги. Естественно, это все происходит в соснах, зеленые лужайки, прекрасные площадки. Анимационная программа в отеле можно характеризовать ее как сосна, в самом деле. Ну и на настоящий момент по поводу наполненности отеля. Поскольку идет дождь, большая часть гостей, конечно, находятся сейчас в помещении, которые оснащены. Это кондитерская, это зона лобби, это бары, которые находятся в любви помещения. Естественно, сейчас ощущается именно какой-то определенный такой вот... Есть ощущение небольшого... На выбор, на выбор, на выбор людей. Но это именно, это явление временно, потому что, как только нормализуется погода, все распределяются плавно по территории сего отеля, перейдут на другие зоны отдыха, на пляж, на стек-бары, на рестораны. И, в принципе, я думаю, что абсолютно будет тут комфортно. И ощущение гостей не будет так ощущаться. Большого присутствия гостей не будет ощущаться у нас в отеле. А так, очень много мест для активного отдыха, для пассивного отдыха, для стрейчинга, для ролики. Ну и, в принципе, сама программа поддерживается таким образом, что в каждый час в течение сего дня проходят какие-то спортивные мероприятия, как суставная гимнастика даже есть, какие-то тренировки по суставной гимнастике, бомба. Уезжаю. Тренировки по суставной гимнастике. Ждите меня, я выезжаю. Супер. Ну а скажите мне тогда, пожалуйста, я знаю, в этом году мне посчастливилось побывать в другой Нирване, в Нирвана Космополитен, и я знаю и проверила на себе, как в Кирит Хоспиталете Групп отели и Нирвана, и отели Сити Кристалл относятся к соблюдению всех карантинных требований. Это действительно выполняется очень ответственно, и действительно, находясь на территории отеля, ты чувствуешь себя абсолютно безопасно. Но так как этот вопрос, он всегда стоит остро, и всегда интересуются им потенциальные путешественники, которые выбирают для себя отель, то хочется мне задать его и в отношении отеля Нирвана Медитерренин. Как выполняется соблюдение карантинных мер здесь? Тем более, когда мы говорим о том, что отель все-таки больше семейный, и в отеле присутствует большое количество семей с маленькими детками, расскажите, пожалуйста, девушки, мне об этом. Есть ли ограничения по посещению каких-то зон? Возможно, я сейчас, конечно, сказала про семей с детьми, но хочется сейчас еще и спросить. В тренажерный зал записываться, нужно ли или не нужно? Как на пляже расположены шезлонги друг от друга и бунгало? Я понимаю, что об этом мы говорим часто, но это отдельный видео-обзор отеля Нирвана Медитерренин, и хочется об этом услышать и в нем тоже. Пожалуйста, вам слово. Ну, Арина, смотри, скажу сначала так, что в ресторан без маски ты не зайдешь. То есть специально при входе в ресторан стоит молодой человек, там есть специальная камера, которая считывает автоматические температуры всех заходящих людей и проверяет наличие маски. То есть если маски нет, тебе сразу маску выдают, ты маску одеваешь. Это на самом деле довольно логично, и все гости, которые в ресторан заходят, они все носят маску. Мне кажется, без таких проблем никаких вообще, даже никаких вопросов не возникает, потому что люди подходят друг к другу, когда берут кеду, поэтому логично, что при выдаче нужно всем носить маску. А уже когда садишься и ешь, то маску снимаешь, и проблем никаких нет. Все места, абсолютно все зоны в отеле, они оборудованы надписями «Максимум Капасити», то есть максимальная вместимость какая может быть, и за этим следят. То есть это тоже такой важный момент, что куда бы ты ни пришел, в ресторан какой-то, там прямо сразу записано, типа 24 человека, или 50 человек, или сколько-то. То есть надписи вот эти есть распечатанные везде. И на ресепшене, я обратила внимание, мы когда заезжали, там не только разметки, знаете, обычно сейчас как, есть такие стекла везде на ресепшене, где сотрудники стоят, и есть разметка. А тут получается автоматическая система, ты когда ближе подходишь, там красный загорается, чтобы ты отошел. То есть ты немножко ближе подошел, дистанцию нарушил, и, соответственно, загорелся красный свет, тебе нужно отойти за вот эту вот, на правильную дистанцию получается. И все абсолютно сотрудники в отеле, здесь очень много персональных ассистентов, то есть когда ты заезжаешь, тебя обслуживают не просто ресепшенисты, а уже персональный ассистент, который рассказывает, показывает, может проводить, ответить на все вопросы. Это на самом деле очень удобно, и чувствуется такой вип-сервис, вип-обслуживание каждому гостю. И они все носят маски, никогда их не снимая при гостях. И в этом даже ощущается, что абсолютно весь персонал соблюдает правила, ну и как-то это передается одному гостям. И, в принципе, гости близко друг от друга, с другом не гуляют здесь, я так обратила внимание, все семьи свои рядышком, так друг друга все, в принципе, обходят. Но из-за того, что расстояния очень большие, я думаю, здесь соблюдается все прям по-манскому. Ну, я могу еще добавить о том, что на самом деле каждый отель, который работает в настоящих условиях, в настоящее время, он получается в спецификах безопасности. И все наполнение отеля с цельными защитами, с соблюдением социальной дистанции, дезинфектанты на каждой территории, на каждом входе, в каждом номере, все это продиктовано и регламентировано законодательством. И теми нормами, которые соответствуют для сертификата безопасности. Поэтому все абсолютно все соблюдается и персоналом. И кроме того, стоит отметить, что в основном весь персонал в отелях уже получил даже по две дозы вакцины. И все абсолютно как бы со стороны персонала. А ты, кстати, получила? Я получила. Получила, Ира, две дозы вакцины? Я получила уже, да, в том числе как работник отельной сферы. Поэтому, в принципе, все правила соблюдаются. Обнимать, Таня. Можешь ее теперь смело обнимать, Танюша? Да, я боялась немножко, но с ними нет. Теперь не боюсь. И на самом деле, у нас всегда такая, она дружелюбная. Мы радость приносим людям, гостям, коллегам, партнерам. Нам всегда хочется и пообниматься, и после долгой разлуки, когда мы не видели в течение сезона, уже по вам соскучилась. Вы совсем недавно были у нас, но на самом деле, каждое место тут по вам скучает. Поэтому, Арина, Добро пожаловать к нам еще раз и неоднократно. Будем рады вас видеть, в том числе. Я с огромным удовольствием практически слезу сейчас пустила, правда, и очень не хочется. Надеюсь, что в ближайшем времени все-таки смогу посетить и сама еще позаглядывать в каждую, в каждый уголочек отеля Нирвана Медиттеррениан Excellence, да и других отелей сети Келит Хоспиталити Групп. Есть у меня еще один вопрос. Вопрос, опять же, касается совместимости, назовем это так, категории отдыхающих на территории. Сегодня я видела комментарии к обзорному ролику Нирвана Медиттеррениан на ютубе одного из блогеров и в комментарии было написано о том, что размещались в номерах бунгало без уточнения, поэтому попрошу Ирину потом уточнить, что это за категория номера и дискотека гремела до двух часов ночи. Шумненько было, шумненько, поэтому если... Да-да, сейчас я закончу, одну секунду. Поэтому если на территории отеля есть места, в которых все-таки проходят достаточно шумные и активные мероприятия, то прошу уточнить, какая категория номеров находится рядом с этими местами, где проходят шумные мероприятия, если так случается, чтобы, опять же, категории отдыхающих, которые отправляются с детьми и все-таки хотят, чтобы детки и на дневной сон укладывались, и чтобы ночью было не шумно, чтобы обратили на это внимание и для себя запомнили, что такая категория номера может быть достаточно шумновата. Кстати, это не просто отзыв и какая-то претензия, возможно, в отеле адреса Нирвана Медитерренин, так на самом деле бывает, потому что отели зачастую ориентируются не исключительно на какую-то конкретную категорию людей, отдыхающих туристов, а готовые с удовольствием принимают и предлагают услуги для каждого туриста, чтобы он смог ими наслаждаться и смог себя занять. Поэтому не редкость, что в отелях могут проходить и на пляжах вечеринки, которые проходят вечером, и которые достаточно шумные. И, конечно же, во многих отелях есть категории номеров, есть корпуса, которые располагаются на небольшом расстоянии от этих мест. И поэтому стоит уточнять и обращать внимание, если вы хотите тишины, если вы особенно путешествуете с маленькими детьми, уточняйте лишний раз у своего агента какая категория номера где находится. А, соответственно, агенты, которые работают в сети агентств горящих путевок, вам на такие вопросы ответят всегда. И вот сейчас мы спросим Иру прокомментируйте, пожалуйста, уважаемая Ирина. Ну, сейчас я обязательно прокомментирую. На самом деле у нас есть категория номеров, которые, я так предполагаю, гость назвал бунгало. Это, ну, не бунгало, это на самом деле трехэтажные здания такие небольшие с видом на лес, с выходом на лес, абсолютно изолированы лесным таким массивом, лесными наслаждениями. Номера категории стандарт, фэмили там у нас находятся. У нас есть два блока, это блок А и блок Б. В блоке А у нас находятся также стандартные номера, номера категории фэмили, в блоке Б у нас супериоры находятся. В целом, каждый турист, который приезжает сюда на отдых, он желает для себя и вид на море, и чтобы было тихо, а иногда было весело. На самом деле, при большой такой вариативности размещения в нашем отеле сложно предугадать, когда и в какой момент, на какой территории отеля будут проходить именно активные мероприятия. Но, судя по тому, судя по этому отзыву, если это были бунгальные номера, возможно, это были номера, которые находятся, находятся у нас вот ближе к стороне, ближе к другому отелю. Возможно, это был шум даже со стороны другого отеля. Да, у нас есть основная категория номеров, это седрхаусы. Базовая категория на 115 номеров, также это бунгального типа, домики в мальтифском таком стиле, белые, прекрасные, сделанные из кедра. Сегодня, я думаю, Татьяна вам покажет как раз, это один из вариантов размещения, как седрвилла. Вот, седрхаусы, седрвиллы, они находятся также в лесу. В этом году мы взяли, сделали следующим образом. Вся территория, вся активная анимация у нас развернута по отношению от домиков. Если амфитеатр, он загораживается, также звук поглощается, стенка вот именно звучит амфитеатра. Если сцена на пляже, допустим, там тоже, если проходят какие-то мероприятия, они проходят в допустимое время. И у нас сейчас законодательство строго регламентирует, что все активные шумовые такие мероприятия должны заканчиваться до 11 часов максимум. Вот, уже чтобы гости расходились на отдых, на здоровый сон. Ну и кроме того, на самом деле, в нашем отеле достаточно много зеленых насаждений, достаточно много растительности, которые также поглощают звук со стороны. Вот мы находимся тут в этом домике тут рядышком, но на самом деле тут везде, со всех сторон сейчас тихо. Достаточно тихо, только звуки природы, звуки птиц. Вот. Более того, как бы, в принципе, мы готовы сделать пометки системы, если нам напишет агентство по поводу размещения в какой-то тихой зоне. Но желательно, естественно, и вообще, на самом деле, у нас в целом домики и вообще сам отель, он пользуется огромной популярностью. У отеля очень много репитеров, очень много постоянных гостей, которые приезжают и говорят, вот я останавливался в том домике, мне тут нравится, я хотел бы там остановиться. Мы предлагаем данный вариант для размещения, если он свободен и доступен, делаем пометки, всегда мы идем на встречу нашим постоянным туристам. Ну и, кроме того, с агентствами всегда у нас есть, конечно, контакт в том числе. Ну, в целом, в принципе, я надеюсь, что я ответила на данный вопрос. А ты ответила, причем более, чем исчерпывающий на мой вопрос. Спасибо тебе большое. Поэтому, дорогие зрители, слушайте внимательно, обращайте внимание и если у вас есть конкретные пожелания к вашему размещению и конкретное пожелание, как вы хотите себя ощущать на территории отеля, в который отправляетесь, отдыхать, не забудьте об этом сказать вашему агенту. Ну что ж, я бы еще, наверное, назадавала вам кучу вопросов, но немножечко их отложу. Мне уже хочется посмотреть на этот прекрасный номер, на террасе которого вы сидите, что вы там прячете его от меня. Девушки, давайте же, пожалуйста, вовнутрь. Покажите же мне косметику, локситен, покажите же мне этот красивый стиль. Очень хочется. Хорошо, Арина, показывай. Вот смотри, мы начинаем здесь с террасы, которая вот относится как раз к нашему номеру. и здесь я думаю, что надо уделить, конечно, внимание своему персональному бассейну. Смотрите, какой он. Он, такую еще ремарку сделаю, что он не на один номер, а тут вот, если мы с вами обратим внимание, здесь получается два домика рядом, и на два домика вот один такой бассейн. То есть, здесь шезлонги стоят, пожалуйста, достаточное количество, и можно здесь плавать. Ну, кроме этого, конечно, можно еще и плавать и в общих бассейнах. То есть, есть вот персональный такой бассейн. Здесь у нас есть стол, и теперь мы с вами проходим внутрь, посмотрим, как здесь все выглядит. Получается, дверь мы бы с вами заходили, если бы жили, да, получается, с той стороны, проходили бы сюда, а вот у нас такая гостиная. Смотрите, довольно широкая зона, здесь такие двери раздвесные. Просто этот диван раскладывается, Танечка, диван этот раскладывается или диван у нас просто несет цель на него присесть? Раскладывается. Раскладывается, да, диван раскладывается. Потом у нас, смотри, здесь вот сразу покажу фишечку, это вот кофемашина стоит, прекрасная, прекрасная, мы уже кофе пили парочку раз, поэтому я могу сказать, что кофе действительно вкусный. Вот тут капсулы у нас, вода, и вот здесь вот есть в принципе на борт можно и маленькие чашечки, и побольше чашечки использовать, и чай, например, если хочется. Вот машина, она воду греет, и можно, соответственно, сделать еще чай. И здесь вот смотрите, если вдруг ты проголодался и не успел добежать до какого-нибудь из ресторанов или снэка, можно здесь вот перекусить еще. Супер. Да, вот таким образом. Теперь мы пройдем вот сюда, покажу вам первую спальню. Здесь как раз видно вообще фишка, почему есть эта категория, почему она отличительная вообще особенность именно этого отеля. Смотрите, здесь все из дерева, вот даже потолки вот такие вот высокие, и это все, все из дерева, абсолютно все стены, потолки, и вот здесь у нас спальня. Получается большая кровать, здесь у нас столик косметический такой довольно тоже большой, есть также мини-бар здесь, сушилка, вот за мной гардероб, такой раздвижной, с зеркалом, тут тоже довольно большое удобное пространство, и здесь у нас душевая кабина, сейчас покажу. В принципе, вот душевые кабины в номерах во всех очень похожи, немножко может быть стиль, и плитка отличается, а так вот само по себе все очень похоже. Вот это косметика, лоситан, вот она у нас тут абсолютно полный набор, например, гель для душа показываю, здесь есть также шампунь, есть кондиционер для волос, это мыло тут лежит, и вот другие необходимые вещи, которые на отдыхе могут пригодиться. вот это у нас ушные палочки, диски, в общем, все-все-все. Затем даже есть здесь мочалка, есть бритвенный набор, есть зубные щетки, в общем, ничего с собой брать не надо, уже все за вас нирвана подумала и все за вас взяла на отдых. Вот здесь у нас душевая кабина, и причем в душевых кабинах отличительная особенность нирван, есть вот такое вот место для отдыха я его называю, то есть можно посидеть и отдохнуть в ванне, если ты устал вдруг. Идем, Марина, дальше, смотри, вот мы из первой комнаты выходим, опять вернулись с вами в гостиную, здесь тоже, смотрите, обращу внимание на высокий потолок из дерева, все такое беленькое, но это все дерево. Вот, и затем мы проходим во вторую комнату, то есть здесь в принципе на четверых человек эта комната, все это место рассчитано минимум на четверых. Здесь, смотрите, большие кровати, но они односпальные, здесь вот так же косметический стол, и тут тоже есть мини-бар, есть такая сушилка, есть как раз здесь также выход на нашу красивую террасу с балконом, так, и здесь у нас также, смотрите, душевая, она в принципе зеркально повторяет, тоже есть вся косметика, ничего брать не надо, опять любимое мое место присесть в душе и сам душ, то есть они в принципе вот прям зеркальные, эти два, эти две комнаты прям зеркальные, вот, и давайте пройдем, да, выйдем, посмотрим, как здесь выглядит. и напротив нас находится детский клуб, то есть вот в принципе его отсюда видно, цветастый такой, цветастенькое такое здание, и вот она территория, я думаю, даже в принципе отсюда понятно, мы с вами можем видеть, сколько здесь сосен, и вот сверху у нас сосна, и везде, в принципе, впереди, по бокам, везде виднеются сосны, смотрите, как это все красиво выглядит. Супер, я, кстати, хочу сказать, что когда открываешь любое описание отеля Нирвана Медитерренин, первое, что ты видишь, это фраза «Наш эко-отель», и как мы с вами могли убедиться, то все в отеле Нирвана Медитерренин создано из экологически чистых материалов, все натуральное, и сеть внимательно относится к этим вопросам. Девушки, огромное вам спасибо, я туда хочу, ну почему я в Киеве, я вот всегда задаюсь этим вопросом, мы тебя ждем, я думала, что я готова, я уехала, все, меня не будет, все, после, после августа, пожалуйста, все вопросы. Спасибо вам огромное, я, конечно же, еще пробежалась по отзывам, потому что, естественно, показать отель можно по-разному, да, и вот как хочется, чтобы отель запомнили, таким отель и показывают, но мы живем в эпоху, когда у нас в открытом доступе интернет, все сайты, на которых можно найти отзывы об отелях и перед своей поездкой, то, что любят делать очень многие путешественники, перед своей поездкой посмотреть отзывы, почитать их, посмотреть еще какие-то видео и уже для себя сложить полную картину, завалить свою голову огромным количеством информации, переварить ее и что-то для себя оставить, за что хочется зацепиться. Я сегодня пробежалась по сайтам, по сайтам, которым доверяю, потому что многие сайты с отзывом не требуют подтверждения своего пребывания в этом отеле, а некоторые сайты все-таки делают акцент, например, на TripAdvisor, ни в коем случае не реклама, просто постоянная наша рекомендация. На этом сайте можно оставить отзыв, только если ты в отеле находился, поэтому этот отзыв будет, ну, более-менее объективным, скажем так. Вот, пробежалась по сайтам из пяти возможных из оценки рейтинга пять, которые максимально возможны, у Нирваны на разных сайтах четыре и четыре, четыре и пять. Практически все отзывы, соответственно, максимально положительные, но есть отзывы, которые звучат, как я всегда люблю, очень плохо, ужасно, никогда в жизни больше туда не поеду, рекомендовать никому не буду. Вот, нашла отзыв, датирован он сентябрем прошлого года, то есть еще был активный сезон и был период пандемии, который, ну, и сейчас продолжается, но тогда он был еще не очень так вот устаканился, он со всеми вопросами, при этом отель Нирвана Медитеррениан уже имел на то время сертификат и был готов размещать и принимать гостей, поэтому соблюдал все требования, абсолютно, и поэтому этот отзыв могу еще и готова считать, ну, как сказать, адекватным, реальным, вот, поэтому немножко зачитаю, прошу вас послушать внимательно отзыв и обязательно внимательно послушать то, что я буду говорить дальше, и при желании Ира нам тоже прокомментирует, потому что мне будет что ей сказать в конце моего чтения. Так вот, Сергей пишет, что из 10 дней отдыха я не выяснял отношения 3 дня, все остальное просто кошмар, номера грязные, уборка в номере не проводилась 2 дня, полотенца в желтых пятнах, пляж весь в бычках и мусоре, стаканы грязные, персонал ведет себя как высшая каста, в ресторане никто не говорит на английском и самому приходится сервировать себе стол и относить тарелки. Возле бассейна была разбита посуда, я сообщила об этом менеджеру, убрали вообще никак и мой сын порежал ногу, доктора на месте не оказалось. В общем, я рассчитывала, что отель будет стоить своих денег, но он тянет максимум на 3 звезды. Никому не рекомендую, отель раз-два дня. Вот такой замечательный отзыв от Сергея находится на сайте TripAdvisor и тоже на что хотела обратить ваше внимание. Отели группы Kelit Hospitality Group не оставляют как минимум на сайте TripAdvisor то, что я вижу своими собственными вот этими глазами, не оставляют ни один отзыв без своего комментария и своего ответа. К этому отзыву естественно был ответ от представителей отеля, который на самом деле расставил все по полочкам. Зачитываю. Я пропущу вежливую часть, которая находится в начале письма и перейду уже к деталям. Хотелось бы ответить, что уборка в вашем номере не была произведена, так как во время прихода уборщицы ваши дети отдыхали. Для решения этой проблемы вы могли позвонить в отдел по работе с гостями или на ресепшн и заказать уборку в удобное для вас время. В отеле на постоянной основе работает медсестра, которая при необходимости вызывает доктора. Как только вы сообщили о порезе ноги вашим сыном, медсестра вместе с сотрудником отдела по работе с гостями поднялась ваш номер и обработала рану. От вас также был получен запрос на смену номера с категории семейной до категории сидар хаус, так как по вашим словам до вас в данной категории номера отдыхали ваши родственники и остались довольны своим отдыхом. К сожалению, на момент вашего проживания все номера данной категории были заняты другими гостями. Чтобы у вас остались положительные впечатления от отдыха, со стороны руководства отеля вам был предоставлен в бесплатное пользование на два дня павильон на пляже. Вы приняли данное предложение, но, к сожалению, мы не смогли вас удовлетворить. Дальше заканчивается отзыв, ответ от представителей компании, так же, как начало, так и конец я пропустила, потому что есть основная суть. И на что я сейчас хочу обратить внимание. Мало того, что отзыв был прокомментирован, если его слушать, читать внимательно, то вы получаете адекватные ответы от сотрудников отеля на то, чем турист, проживающий в отеле, был недоволен и на критические ситуации. Почему я хочу сейчас делать на этом акцент? Дорогие зрители, дорогие потенциальные путешественники, когда вы изучаете информацию об отеле, когда вы читаете отзывы, обращайте внимание на то, на что, то, как отвечают представители отеля на данный отзыв. Этот ответ я считаю максимально аргументированным, развернутым, и я понимаю и негодование Сергея, потому что у него случился ряд неприятностей на отдыхе, и я понимаю сотрудников отеля, которые сделали все максимально возможное, как мы и можем с вами слышать, могли сейчас. Поэтому, когда вы смотрите отзывы, не принимайте категоричное решение и не делайте вывод сразу, как только вы его прочитали. Углубитесь немного в эту информацию, и для вас раскроются очень многие вопросы, например, один из очень важных отношения сотрудников отеля к своим гостям. Вот. Дальше больше чего-то плохого я про отель Nirvana Mediterranean не нашла. Вот. Это очень хорошо. На самом деле, я могу сказать, добавить только от себя, что с турецким сервисом, с турецким all-inclusive мало какой отель Европы может сравниться. Ну, во-первых, то, что это all-inclusive, во-вторых, на самом деле сама турецкая нация и сфера обслуживания в Турции нацелена на то, чтобы угодить своему потребителю, потребителю своих услуг. Кроме того, с этого года в нашем отеле, как мы уже сообщали ранее, работают персональные ассистенты. Мы расширили функционал персонала по работе с гостями и все вопросы решают персональные ассистенты. Они доступны в любом удобном мессенджере практически 24 часа. Поэтому все вопросы, все какие-то сложные ситуации, они и реагируются, реакция на них получается практически мгновенно. Персонал весь отзывчивый, персонал в отеле весь клиент ориентирован. Поэтому я уверена, что с этого года какие-то такие ситуации на самом деле есть как бы и субъективное восприятие самого отдыха, самой атмосферы гостям. Но в этом году, в этом сезоне мы рассчитываем на то, что какие-то конфликтные ситуации, сложные моменты при работе с гостями у нас будут сведены до минимума. Да, супер, спасибо, Ира, тебе большое. И, друзья, персональные ассистенты в отелях для того и придуманы, чтобы вы адресовали им все, что вас не устраивает или беспокоит в какой-то момент, чтобы вы не держите это в себе, говорите, делитесь. Для вас же специально создан отдел, который работает для того, чтобы сделать ваш отдых максимально комфортным и максимально качественным. За что Келит Хоспиталити группу, о, такое спасибо, о, такое. Я так была довольно персональным ассистентом, когда была в другой нерву, а не просто песня. Спасибо вам большое. Ну что, девушки, мне было безумно интересно и приятно с вами сегодня пообщаться. Я вижу, что солнышко все-таки мы вызвали и наколдовали его. Поэтому я сейчас вас благодарю за то, что мы провели это время, эти чуть более чем полчаса вместе с вами. Желаю вам прекрасных съемок, прям отправляйтесь на запечатления замечательных зон, территории, зон общего пользования, закрытых помещений и всего-всего интересного в отеле Нирвана Медитерренин, чтобы потом мы обязательно опубликовали на канале Бомбарби А.ТВ полный обзор от нашей Танечки, дура, нашего эксперта канала Бомбарби А.ТВ, который находится у нас стационарно постоянно в Турции и от нашей дорогой Ирины Купцовой, представителя отдела маркетинга, Келит Хоспиталити Групп, которая нам помогает в том, чтобы мы для вас показывали все, как оно есть на самом деле и максимально отвечали на все ваши вопросы. Девушки, благодарю вас, до новых скорых встреч и вас, дорогие друзья, благодарю, что были с нами в этом эфире. До скорых встреч на канале Бомбарби А.ТВ. Редактор субтитров М.Лосева, Корректор А.Кулакова Продолжение следует...